Доброе утро, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители! Доброе утро, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители! Доброе утро, 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 дорогие телезрители! И свет во тьме светит, слышим мы в Евангелии от Иоанна. Вдумываясь в эти слова, Евангелие понимает, что чернота тьмы без света невидима и неощутима. А далее, чтобы каяться во зле, надо видеть добро. И мало того, любить его, чувствовать его силу, верить в него. И тогда становится понятным, что истинное покаяние родится от духовной силы, а не слабости. Истинное покаяние менее всего есть слезливое и трусливое себялюбие. Корыстное чувство раба, боящегося бича своего господина. Оно рождается из любви человека к Богу и к человеку, к самому себе, как образу Божию. Если покаяние и связано с чувством смерти, то лишь в том смысле, что память смертная есть непрестанная проверка образа временности перед лицом вечности, но не отрицание ее значения. Нельзя духовно бежать от смерти, стараясь забыть о ней. Но и нельзя жить во имя смерти, потому что это есть хула на жизнь. «И смерть может и должна быть радостна, подобно весне духовной Великого Поста, ибо и она есть жизнь». Вот почему, когда человек умирает, мы говорим, рождается в вечность. Христос соединил жизнь и смерть в своем воплощении, поправ, то есть победив смертью смерть. Много зла принесла и приносит та проповедь о тьме без света, о покаянии без надежды, о ничтожестве твари без ее вечной, можно сказать, вновь по-церковно-славянски пребываемости. И для этого нехристианского умонастроения, увы, берется предлог даже от Великого Поста. Что хочется здесь сказать особо? Пость умолкнут эти клеветники жизни, потому что Великий Пост есть и благовестие Пасхи, и печаль его есть только путь к радости Страстной Седмицы и Воскресения, и зовется он пост светоносный и светлый. И ни один призыв к покаянию содержит в себе проповедь Великого Поста, но и то благовестие, из которого рождается и само покаяние. Это благовестие и о богосыновстве человека, носящего образ Божий. Оно о богочеловечестве, в котором Бог навеки соединил себя с человеком и с миром. Об этом говорит нам не только светлое торжество Божественной Евхаристии, общего причащения, к которому ведет нас Великий Пост, но, как пишет один церковный писатель, не только не вечерние светы дней воскресных, но и нарочитые ознаменования этих дней, которыми пронизана долгая ночь Великого Поста. Именно эти ознаменования свидетельствуют о той первозданной природе человека с изначальной его близостью к Богу, которая нарушена, но не разрушена грехом. И именно эти светлые ознаменования дают нам то, что нужно для полноты покаянного чувства. Они дают для него, для этого чувства покаяния, ту внутреннюю опору, вне которой оно теряет свой подлинный смысл. Вслушаемся в этот Великопостный язык Церкви, в ее Великопостный строй молитвы и богослужебной жизни. Нам в это Великопостное время дано все для того, чтобы ожила душа и в этой ожившей радости встретила славное и светлое Христово Воскресение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА